Всем привет! Вы на канале Элизабет Букс и добро пожаловать в пятый влогмасс! С каждым влогмассом всё ближе и ближе сам праздник, Новый год, всё больше возрастает новогоднее настроение. И в прошлом влогмассе я вам рассказывала о книге Джоан Роулинг «Рождественский поросёнок». Вчера я её дочитала, и это потрясающая, как я уже говорила, история, которая подходит и детям, и взрослым, и людям вообще всех возрастов, которые любят магию, приключения, атмосферные истории, вот эту добрую рождественскую новогоднюю атмосферу, какой-то интересный посыл в истории. Я думаю, всем поклонникам истории игрушек также эта книга придётся по душе. В общем, резюмируя всё вышесказанное, всё сказанное в предыдущем влоге, это потрясающий такой подарок на Новый год, который действительно можно преподнести в качестве какого-то презента, и он подарит много положительных, ярких эмоций. Если вы будете замечать, что ёлка за моей спиной периодически сшатается, то вам не кажется, это наш любимый и дорогой снежок пытается снять с нижних ярусов ёлки какие-нибудь шарики. Он это делает постоянно, вот, например, вчера ночью тоже снял шарик, и было слышно в ночи, как он то и дело катает его по всей квартире. Сегодняшний влогмаз, как я и планировала, мы начнём с небольшой распаковки. Это открытки и свечки, которые я заказала себе в качестве таких небольших презентов на Новый год. Мне уже не терпится всё это рассмотреть. Начнём мы, пожалуй, с открыток. Я уже вскрыла конверт, и в нём был конвертик поменьше. И это фирменные открытки Светланы и Екатерины с канала Tuttle Girls. Кто смотрит их канал, следит за их творчеством, знает, что у девушек недавно открылся около книжный магазин, где можно приобрести открытки, закладки, шоперы и многую, я надеюсь, ещё другую продукцию, которую девушки будут выпускать совместно с художницами в дальнейшем. Но я решила себе взять вот такой базовый наборчик, состоящий из трёх открыток и трёх закладок. С котиками это любимые питомцы Светланы и Екатерины. Мне очень нравятся коты в целом и в жизни, и на открытках, и на изображениях какой-либо продукции. Они всегда приносят за собой уют и создают чувство дома, чувство чего-то родного. Тем более у меня тоже есть коты, я всегда любила кошек, как домашних питомцев. Но давайте детальнее посмотрим, что же всё-таки входит в этот наборчик. Как я уже сказала, у нас есть три открытки. Это три изображения котиков. Эш и Сатоши, они чёрненькие котики, а малышка больше трёхцветная. И мне очень нравится, как выполнены эти арты. Котики рядом с какими-то растениями, у них такие любопытненькие мордочки. Возможно, я эти открытки кому-то подарю, друзьям, знакомым. Возможно, что-то оставлю себе. Но мне очень нравится то, как художница изобразила в целом этих котиков, передала характер каждого из них. Даже по выражению мордочки можно понять, кто что замышляет, кто более игривый, кто более спокойный. Мне всегда это очень нравилось в изображениях животных. Арты на закладках повторяют арты с открыток. Это все те же котики. И мне очень нравится формат книжных закладок, так как их удобно очень использовать в книгах, в мягком переплёте, в издании. Азбука классика, эксклюзивная классика, так как закладка большего формата. Она иногда выпирает из-под книжки, что приводит к не очень хорошим последствиям. У меня либо кот может её погрызть, если это закладка с какой-нибудь ниточкой или с лица, или в целом может закладка помяться. А вот так очень удобно, очень компактно. Я думаю, я буду использовать эти закладки очень активно. Я люблю подбирать закладки в цветовое оформление книги, и в её какую-то тематику, конечно, всегда идеально угадать невозможно. Но у меня есть парочка универсальных закладок, с которыми каждая книга превращается в незабываемое путешествие. Вот такая вот история с открытками. Но на этом мои мелкие подарочки не закончили. И у меня ещё в запасе есть ароматные книжные и не только книжные свечи. И я впервые заказывала свечи этой фирмы. У меня многие знакомые, многие друзья уже приобрели в свою коллекцию несколько свечек. У них даже есть любимые ароматы, которые мне очень тщательно советовали. Один из них я всё-таки приобрела. И приятный бонус. В заказ положили вот такую открыточку. Её тоже можно куда-то приспособить. И вообще, я думаю, что открыток много не бывает. Они всегда нужны. При сборке каких-то подарков, посылок, это приятный бонус в любом случае. И свечи я ещё не распаковывала. Сейчас как раз этим займусь. У меня тут одна большая свечка, такая среднего объёма. И три маленьких. Но ароматы все разные. Я надеюсь, что они мне понравятся. И первая свечка как раз среднего объёма, которую мне настоятельно рекомендовали друзья. Им очень нравится этот аромат. Я когда только вскрыла упаковку, сразу почувствовала этот запах. Я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Это пир в Хогвартсе. Свеча по вселенной Гарри Поттера. И в этот аромат входит тыква, пекан и выпечка. Очень чувствуется именно аромат выпечки. Не знаю насчёт тыквы и пекана. Например, тыкву я не очень различаю. Но даже с закрытой крышкой реально почувствовать вот этот аромат. И я не знаю, что будет при зажигании свечи. Возможно, целая комната наполнится этим потрясающим запахом. Это реально очень-очень вкусный аромат. Я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Но он очень сладкий. Очень приятный. И в целом такой напоминает... Да, действительно напоминает какой-то пир в Хогвартсе. Я примерно так себе это и представляла. Тем более, что это Англия. А они любят различные специи, различные овощи, фрукты запекать или на выпечку. И тыква у них осенью очень хорошо идёт во все буквально блюда, которые только можно придумать. Но тут очень чувствуется какой-то сладковатый запах. И у меня тут три свечки маленького объёма, которые я взяла именно на пробу. И они мне потаяли чуть-чуть больше. Точно придётся ставить куда-то в холодное место. Не знаю, от чего это зависит. Возможно, посылка у меня долго лежала. В отделении почты. Возможно, у меня в квартире настолько жарко, что воск не выдерживает. Я взяла себе три таких аромата. Первый это библиотека. В аромате значатся дуб кожи и старинные книги. Понятно, почему я взяла именно этот аромат. Из-за вкуса книг. Свечка по щелкунчику. И здесь входит новогодняя ель и волшебство. Насчёт новогодней ели не знаю. Но вот эта свечка пахнет меньше, чем большая свечка. Запах чувствуется, но он очень лёгкий. И последняя свечка. Это рождественская история, в которую входит в аромат корица, апельсин и гвоздика. Я взяла именно такие рождественские универсальные ароматы, чтобы создавать себе атмосферу. Честно думала, что свечки придут пораньше, но вышло как вышло. Пришли с небольшим опозданием, зато пришли. И давайте в первую очередь попробуем именно библиотеку. Мне кажется, это должен быть такой приятный книжный аромат. Я вот не знаю, с чем это можно сравнить. Действительно похоже на какой-то запах старых книг, чего-то такого, запах бумаги. Но он не совсем яркий. Однако тоже очень приятно. Я думала зажигать вот его просто так, чтобы создать какую-то атмосферу себе. Или в целом понюхать какой-то вкусненький аромат. Мне нравятся различные ароматы. Я люблю их в кремах, в духах, в том числе и в свечках. Посмотрим при зажигании, как это будет звучать. Свечка по щелкунчику. Здесь действительно должно быть что-то новогоднее. Здесь вот пахнет свежестью. Именно свежестью, свежестью ёлки. Я не знаю, насколько это аромат новогодней ели, но аромат чего-то травяного, чего-то хвойного здесь точно присутствует. Напоминает что-то такое необычное. Какой-то травяной запах. Возможно, чуть-чуть трава какая-то присутствует в этой свечке, в её создании. Я не разбираюсь, как составляют ароматы, но вот чувствовать какие-то запахи мне точно нравится. И рождественская история. Честно говоря, я взяла этот запах только из-за апельсина. Очень люблю, как пахнет апельсин. Он такой вкусный, ароматный. У него яркий запах, который ни с чем не спутаешь. И здесь не чувствуется закрытый. Крышки аромат, но стоит открыть. Тут очень сильно пахнет гвоздикой. Действительно, просто сбивает с ног этот аромат. Потом уже чувствуешь апельсин. Ну, вот насчёт корицы. Возможно, тут есть какие-то нотки корицы, но они достаточно яркие. Хотя, возможно, просто сейчас, не зажигая свечку, нам в первый раз бросается в лицо именно тот запах, который больше всего присутствует в этой свечке. Наверное, потом, при зажжении, запах раскроется лучше, и мы сможем уловить и корицу тоже. Каждый раз мне всё труднее и труднее выбирать книги на дальнейшее прочтение. Хочется взять всё и сразу, а всё и сразу, как известно, не получается. Плюс сегодня мы снова идём в театр на мюзикл «Шахматы». Я давненько хотела на него сходить, было очень наслышанно. Это громкая премьера. Все туда идут, все обсуждают этот мюзикл. Мне тоже интересно, что же там такое из себя представляет это творение. Что ж, посмотрим. Я обязательно возьму и вас с собой тоже. И обязательно поделюсь своими свежими эмоциями. Вот мои оставшиеся книги для зимнего чтения. Я уже показывала вам моему «Рождественские каникулы». Это классика, такая история любви. Очень грустная, очень печальная. Не знаю, насколько мне хочется читать это сейчас. Хотя к моему меня давно уже тянет. Возможно, это и знак, что надо бы начинать. «Наследница чёрного дракона» Анна Джейн. Тут исключительно зимняя обложка. Но вот что по содержанию, я пока не представляю, что меня там ждёт. Очень мелкий шрифт, очень пухленький томик. Но, в принципе, как и всегда у Анны Джейн, она любит расписывать свои истории довольно-таки детально. За счёт этого они смотрятся не как обычные любовные подростковые романы, а как нечто большее. И ещё у меня в заначке есть Наоми Новик и её зимнее серебро. Недавно слышала отзывы от своих знакомых. Я читала у Наоми Новик чащу. Мне то произведение очень сильно понравилось. Там была мораль, был интересный, необычный сюжет. И тут история будет нам рассказывать о трёх девушках с весьма необычными дарами. И обложка, опять же, невероятно зимняя, напоминает чем-то снежную королеву. К слову об ароматических свечках. У меня есть вот такая огромнейшая ванильная свеча. Она действительно пахнет ванилью. Даже при закрытой баночке ощущается этот аромат. Я её неоднократно уже использовала. Мы и на прошлый Новый год её зажигали, и на этот. А саму баночку мне подарили на прошлый Новый год. Очень приятный ванильный аромат, но мне хотелось как-то разнообразить свою коллекцию запахов. И новые ароматы тоже пришлись очень кстати. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»